Спасибо, спасибо. Ещё наград. Больше, больше и больше. Анатолий Адали – народный артист Кыргызстана, удостоен ордена Моназ третьей степени. Коллеги по цеху, узнав об указе президента, горячо поздравляют народного артиста. Ведь это его первый орден высокой степени. Замечательно. Чувства, знаете, во-первых, удовлетворения и огромная благодарность. Вот два чувства, которые меня сейчас сопровождают. Удовлетворение, потому что твой труд, он не остался незамеченным, понимаете? Не остался незамеченным. А благодарность тем людям, которые, в общем-то, выдвинули, кто поддержал меня. 52 года как артист на большой сцене. Сколько у него было ролей – не счесть. А вот первую Анатолий Адали запомнил на всю жизнь. И больше 50 лет хранит листы отпечатанного сценария. Театр берёт афганскую пьесу. Афганскую. Называется «Чёрные розы». И там была главная роль, роль пастуха Надира. Доверяет мне. Которая вообще только со школьника, говорит, сами, студенческая. Со второго курса института веду дневник. Я записываю какие-то вещи, которые 50 с чем-то лет, она лежит отпечатанная в этом дневнике. Иногда, когда есть настроение, вот пролистаешь, думаешь, вот она эта роль. Она уже жёлтая. Я её берегу. Это первая роль. Стать артистом не было его мечтой. В эту деятельность Анатолий Адали попал случайно. Он хотел стать офицером, как и его отец. Однако мать была против. Экзамены в физкультурный институт артист провалил. Пошёл служить в армию. И уже под конец службы поступать в Ташкентский театрально-художественный институт. Анатолий Адали лет 15 работал в театрах Казахстана и России. В 1981 году Адали по приглашению приехал во Фрунзе и остался здесь навсегда. Я поменял 3-4 театра в России, пока не пригласили меня во Фрунзе. Это был далёкий 1981 год. И вот буквально через месяц, полтора исполнится ровно 40 лет, как я работаю здесь. Мне безумно, тот Фрунзе безумно понравился. Я думаю, слава Богу, что я остался здесь. И вот уже 40 лет абсолютно не жалею. Тут я получил звание заслуженного артиста, народного артиста. Известный драматорг, прозаик Джаныш Кумамбетов признаётся, что ни дня не может без работы. Творить пьесу он начал с 12 лет. И уже тогда он знал, что станет писателем. Я писал первые свои пьесы тогда, 6 класса, инсенировал и сам играл, сам ставил. Первая пьеса «Украдён огонь». Эта пьеса была написана для нашего радио, киргизского радио. И она сразу, значит, их оставили в золотом фонде киргизского радио. Это детская пьеса. У меня где-то, по-моему, порядка 20 детских пьес. Я начал с детских пьес. Джаныш Кумамбетов написал более 70 пьес. Среди них «Проклятие Сурычки», «Монас мой родной», «Королева Алая» и многие другие произведения. Скоро выйдет в свет книга о жизни и творчестве известного актёра Саветбека Джумадылова. Одни из, можно сказать, самых лучших артистов театра и кино нашего советского периода в основном. И казалось бы, что, когда говорят о Джумадыл, у Лиды все думают, что он, ну, скажем так, всегда как бы на крыльях славы ходил. На самом деле у него очень трагическая судьба с самого детства. Как раз эта книга скоро уходит. А так я сейчас пишу, данное время я пишу пьесу, новые. За вклад в развитие культурного, интеллектуального и духовного потенциала Джанышу Кумамбетову присвоено звание народного писателя Кыргызской республики. Соответствующий указ подписал президент Садыр Джапаров. Писатель не скрывает свои эмоции и очень рад, что его труды оценили. Я думаю, что это испытываешь. Радость – это понятное дело. Это каждый, мне кажется, испытывает. А так, ожидаемо это было. Результат, конечно, не знаешь, но ожидаемо всегда бывает. Поскольку уже готовят документы, ты знаешь, что уже подали твои документы. Получили, получили уже, так сказать, это последняя стадия. Джаныш Кумамбетов является также режиссером. Он поставил свыше 20 спектаклей, снял более 10 полнометражных фильмов и документальный фильм. На этом писатель останавливаться не собирается. Он продолжает работать над новыми произведениями. По его словам, награды, которые будут вручены деятелям культуры, это в первую очередь знак признания государством их заслуг.